Что привозили в машину? Поклажу. Поклажу какую? Неизвестно. Кто где лежит в поклаже? Мы положили два кулька в багажник взять. Кто их там оставил? Не знаю. Кто тебе сказал их там забрать? Знакомые. Какие знакомые? Не могу сказать. Когда тайное становится явным, все, что остается совершившему преступление, делать вид, что он здесь ни при чем. Хотя это не спасает от ответственности. И так происходит в большинстве случаев. Когда человек делает выбор в пользу наркотиков, он думает, что правосудие его не настигнет. Но это представление ложное и несет за собой тяжкие последствия. На конец января 2021 года только на базе ИК-22, расположенной в ИВЦевском районе, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отбывает наказание 601 осужденный. Основная масса этих людей, более 400, это лица, получившие сроки за сбыт наркотиков. А сроки эти от 5 до 10 лет. Это основная масса. Обстановка по линии закона оборота наркотиков является достаточно сложной. Об этом свидетельствуют результаты работы сотрудников УВД Брестского облсполкома. И об этом говорили правоохранители на встрече с молодежью в Центре наглядной профилактики. Основная масса подверженных пагубному пристрастию, раку воли, люди от 20 до 30 лет. За два месяца 2021 года произошел определенный рост количества регистрируемых наркопреступлений, возбужденных в связи с этим уголовных дел. Правда, есть те, кто, ввязавши жестокую русскую рулетку, смог вовремя осознать проблему и прийти за помощью в наркологический диспансер. По сравнению с прошлыми годами у нас снижение на 16%. В общем, по области это достаточно много. Ну, отчего это? Кто сел в тюрьму? Кто умер? Кто ходит в кабинет заместительной терапии? То есть опиоидные наркоманы, они предпочитают официально ходить, получать опиоидный наркотик метадон, чувствовать себя на нем комфортом и не бегать, не искать какой-то криминальный наркотик, доставать его, неизвестно какого качества, где, и опять же, под угрозой сесть на нормальный срок. По статистике, наркоманы не доживают до пожилого возраста. Передозировка, получение серьезных травм, самоубийство. Употребление наркотиков нередко приводит к смертельному исходу. Но история героини нашего сюжета, свое имя она пожелала оставить неизвестным, со счастливым концом. Женщина прошла долгий и тяжелый путь отказа и лечения. Сейчас порядка пяти лет, но все пережитые ужасы все же не дают памяти спокойствия. В наркотики очень быстро втягиваешься. Если вспоминать жизнь в этом году, которая даже не может представить нормальное здоровье человек, это просыпаешься за день, а у тебя с одной мыслью, где найти деньги на очередную дозу. Потому что у тебя ломка, ты не можешь ходить, ты не можешь ничего делать, у тебя страдает психика, у тебя депрессия, мысли дурные в голове. То есть много людей даже не справляются с этим мыслями. Очень много случаев, но на ломках, то есть люди не держат ломки, самоубийство заканчивают, несмотря на... То есть сила влияния наркотиков на организм очень велика. Лживость, депрессия, потеря чувства долга и утраты каких-либо эмоций, впоследствии повышенная склонность к самоубийствам. Вот что ждет человека, попробовавшего наркотик. Стоит ли играть свеч, ответ адекватному человеку более чем очевиден.